Благовестие в православном контексте Благовестие в православном контексте И учитывать контекст, учитывать как люди думают вокруг нас, каких они взглядов придерживаются, достаточно важно для того человека, который благовествует. Как некий пример можете вспомнить апостола Павла, который, придя в Айфины, посмотрев их святыни, потом ссылался на что-то, связанное с их святынями, когда проповедовал в Ариапаге. И вообще, чтобы наша речь была понятна, чтобы наш разговор с окружающими людьми не напоминал разговор слепого с глухим, нам полезно представлять, как думают люди, которые называют себя православными, и вообще, какое влияние православие оказало на культуру, на мировоззрение людей, которые нас окружают. И первое, с чего нам нужно начать, с того, что мы должны осознать, православие не столь простое явление, как нам кажется на первый взгляд. Мы, привыкнув находиться в баптистской церкви, думаем, что православие – это тоже что-то похожее на баптизм, но, может быть, с другим немного вероучением и немного с другой практикой. И вот эти наши привычные внутрицерковные представления мы переносим на православных и ожидаем, что их также можно описывать, как можно было бы описывать и нас. На самом деле, это заблуждение по той причине, что православие гораздо более разнообразно, чем баптизм или даже, может быть, чем все протестантские церкви вместе взятые. И разнообразие это возникает из-за того, что для многих людей в России православие – это не столько вера в Бога, сколько ответ на вопрос «а кто я такой?». Человеку нужно связывать себя, ассоциировать себя с какой-то группой людей, ему как-то нужно говорить о своей самоидентификации. И так уж получилось, что в России православие во многом заняло эту нишу. И когда человек говорит «я православный», зачастую он не имеет в виду, что я верю в Бога в соответствии с догматами православной церкви, а он имеет в виду, что я свой, я за своих и против чужих. И к вопросу веры в Бога это имеет довольно смутное отношение. И по этой причине мы должны понимать, что православие – это очень широкий спектр идей от тех людей, которые действительно посвящены вере в православном смысле этого слова, до тех, которые не верят в Бога вообще, но считают православие такой вот своей культурой, своей идентичностью, но своим способом обозначить для себя, кто они такие. И когда мы думаем об описании православия, мы можем сравнить это описание с тем, как бы мы описывали какое-нибудь государство. Если бы, например, вас спросили, а расскажи мне, Россия она какая? В двух словах желательно, да? Вот мы бы чуть-чуть озадачились, потому что в двух словах не расскажешь. Россия – это и Москва, это и Новосибирск, это и Грозный, это и Владивосток. В России разные национальности, разные религии, разные идеологии. В России есть какие-то внутренние напряжения, конфликты. И чтобы адекватно описать, что такое Россия, нужно очень-очень много говорить. Так вот, православие похоже на некую страну. Большую страну, разнообразную страну. Есть столицы, есть периферия, есть разные течения, есть разные конфликты между православными, есть разные представления внутри православия о том, что такое настоящее православие. И отсюда какие-то упрощенные картины, упрощенные способы описания, они скорее мешают, избивают с толку, заставляют нас видеть в человеке то, чего в нем нет, и ожидать от человека то, чего, может быть, он бы никогда и не сказал. И отсюда первый совет, касающийся благовестия в православном контексте. Когда человек представился вам как православный, исходите из того, что ничего вы про этого человека еще не знаете. Не нужно думать, что после того, как он произнес «я православный», вы что-то понимаете в его религиозных представлениях. Возможно, ваше мнение совершенно неверное, и если вы желаете беседовать с человеком, то начинайте с того, что постарайтесь услышать и понять, что он имеет в виду, называя себя православным, и вообще, какие у него религиозные, и не только религиозные представления. Это важно, потому что иногда, услышав слово «православный», мы спешим тут же реагировать, и начинаем обсуждать какие-то особенности православной догматики или православной жизни, которые для подобного человека могут быть чуждыми. Если говорить о православности православных, то по разным оценкам, понятно, что статистика – это самая точная из лженаук, но по разным оценкам где-то около 4% людей, которые называют себя православными, действительно следуют догматам православной церкви, действительно являются теми, кого сами православные назвали бы выцерковленными. Это обозначает, что с 96% вероятностью встреченный вами человек, назвавший себя православным, о православии имеет как минимум смутное представление. И я уже вначале говорил и повторю, потому что это очень важно для понимания нашей ситуации, для большей части людей православие – это способ сказать о том, что он свой, способ как-то просто обозначить себя. И когда вы начинаете разговор с этим человеком, и ваш собеседник понимает, что вы не православный, более того, ваш собеседник понимает, что вы пытаетесь куда-то направить, в сторону от православной церкви, то в процессе этого разговора он начинает воспринимать ситуацию как призыв к предательству самого себя. Не к призыву к пересмотру даже религиозных представлений. Ну, чтобы какая-то аналогия примерно была. Вот если бы вам кто-нибудь подошел на улицу и сказал, слушайте, не хотите сменить пол? Ну что вы мужчина? Может быть, уже женщиной пора стать? Вы можете примерно представить свою реакцию, потому что то, что вы мужчина, это часть вашей идентичности. Так вот для этого человека то, что он православный, это часть его идентичности. Он привык так думать о себе. Для него православие – это признак того, что он свой со своими, что у него все в порядке и все хорошо. И отсюда возникают напряжения, связанные не с толкованием, каков бог. А отсюда возникают напряжения, в общем-то, достаточно социальные. Потому что, когда мы затрагиваем вопросы идентичности, то люди за свою идентичность готовы бороться просто потому, что они потеряются, если этой идентичности их лишить. У них вот эти ориентиры – хорошо, плохо, добро и зло – из-за этого будут разрушаться. И возвращаясь к этому факту, что православие для многих людей – это идентичность, наверное, самый близкий аналог православия в этом смысле, который мы с вами можем найти – это национализм. Как люди, чрезвычайно приверженные, бывают своей нации, и свой народ – это хороший, благородный, сильный, справедливый, и все правильно делающий, а остальные народы – мерзкие, уродливые, злобные, коварные и выступающие против нашего народа, так и православие мыслится подобным образом. И, кстати, не случайно, в общем-то, степень взаимодействия между какими-то националистическими проявлениями в обществе и православными движениями в обществе, она чрезвычайно велика, потому что это родственное явление, это способ обозначить, отнести себя к тем, которые хороши. Вот такое предисловие, чтобы вы примерно представляли, с какого рода проблемой мы имеем дело. Очень часто не религиозной проблемой, а проблемой социальной и проблемой психологической. И когда вы беседуете с такими людьми, которые сказали, я православный. Кстати, человек, если, даже будучи православным, сказал, я христианин, ну, может быть, тогда с ним есть смысл говорить о богословии. Но если человек говорит, я православный, очень может быть, он просто говорит о том, что он очень рад быть в правильной вере, в правильной стране и с правильными людьми и терпеть не может вас как неправильно. Поэтому это одна сторона. И вторая сторона, так как православие – это часто идентичность, то вы должны понимать, как среднестатистический православный воспринимает вас. Он воспринимает вас не как человека, у которого несколько иные взгляды на Бога и иные взгляды на то, как проводить богослужения, он воспринимает вас как, ну, тут есть несколько вариантов. Первый вариант, как агента американского госдепа, засланного в Россию для разрушения и православия, и России, ну, или того, кто, может быть, не очень сознавая, почему, работает на госдеп. То есть для него это очень естественно. Православие – это мы, это свои, а значит, неправославные – это чужие, но в наших сегодняшних реалиях чужие – это вот там американцы, англосаксы, еще кто-то, и значит, если ты чужой веры, если ты баптист, то ты вот какой-нибудь агент англосаксов. Просто к этому нужно быть готовым, чтобы это не шокировало вас, вот из идентичности это проистекает. Второй вариант, раньше, наверное, более популярный, сейчас чуть-чуть менее популярный, все сместилось вот в эту политическую сторону. Второй вариант, если вы баптист, то вас воспринимают как мошенника, который устраивает что-то там церковное для того, чтобы обирать доверчивых бабушек и переписывать на себя церковные квартиры. В общем, если вы баптист, то вот вы мошенник, либо еще под вариант, если вы смогли убедить другого, что не мошенник, ну, значит, вы извините за грубое слово, лох, которым пользуются другие мошенники, чтобы вас обирать. Понимаю, опять же, там не думают, что, и не обсуждают, как вы представляете себе Бога, как вы представляете себе спасение, как вы представляете устройство, миссию церкви, а вас думают в политических и социальных терминах. И вы должны, общаясь с человеком, который изъявляет, что он православный, и статистически, скорее всего, вот так настроенный человек вам попадется, вы должны учитывать этот аспект. И особенно, если, общаясь с православным человеком, вы тут же начнете резко и агрессивно критиковать православие, это окончательно убедит его в том, что вы из корыстных или шпионских, или каких-то еще подобного рода соображений пытаетесь здесь что-то разрушить. Поэтому следующая пара советов и следующая пара соображений, которые нам нужно отметить, нужно быть вежливым и человеколюбивым по отношению к собеседнику, даже если он не очень вежлив и не очень человеколюбив по отношению к вам. Мне доводилось встречаться и общаться с разными православными, и такая есть закономерность, что многие православные, которые продолжали разговор со мной, ну или, может быть, искали разговор со мной, услышав мои лекции о православии, они говорили, что готовы со мной разговаривать только потому, что я отношусь к ним с уважением. Они говорили, ну сколько с баптистами не говорил вообще никакого уважения, нет, что я буду общаться с этими людьми. Просто обычное уважение достаточно большую роль играет, потому что, я еще раз повторю, ситуация напряженная. Вас подозревают, ожидают от вас какого-то коварства, поэтому первый момент и базовый момент уважения, причем уважение не просто вот вы поговорили, зачастую, ведь у нас общение с людьми, это общение, которое простирается в течение достаточно долгого времени, и вот это вот терпеливое и уважительное отношение, его нужно сохранять. Второй важный момент, касающийся вот этого напряжения, как раз в разговоре с православным достаточно большую роль играет, ну что вы вообще за человек. Ну, если вы просто на улице встретились, то это никакой роли не играет, но зачастую у нас общение с православными, это родственники, друзья, коллеги и так далее. И здесь, если человек вот как-то интересуется православием и вот свою идентичность, он описывает как православную идентичность, все-таки неплохо бы, чтобы этот человек увидел, что вопросы благочестия для вас интересны. Почему я именно говорю о благочестии? Потому что если вы шпион или мошенник, то благочестие не важно. Если видно, что вы стараетесь воспитывать своих детей, аккуратно воспитывать своих детей, воспитывать своих детей в вере, если видно, что вы стараетесь честно работать, если видно, как вы строите отношения в семье и за другими, и с ним тоже строите вежливые отношения, то все-таки вот такое явление интереса в серьезной благочестивой жизни, оно вызывает внимание, оно подкупает, и оно может быть основанием для разговора. Более того, если человек чуть так более-менее воцерковленный, то есть он не просто называет себя православным, он просто националист и все, а все-таки православный какой-то, который какой-то интерес к вопросам веры испытывает, то он тут же начинает сталкиваться с вопросами, а как быть верующим на работе, а что ему как верующему делать с детьми, которые не всегда хотят идти в храм и еще много всяких проблем представляют. И вот эти вот вопросы такого повседневного практического христианства, они могут быть точкой соприкосновения. Это не способ решить все проблемы благовестия, но это возможность найти какие-то точки соприкосновения. Поэтому будьте вежливым, будьте благочестивым, будьте открыты к диалогу, будьте готовы общаться о том, как вообще устроить свою жизнь, и здесь у человека много проблем, семья, дети, работа и все остальное, он же живет в том же мире, он хоть и православный, но с теми же бедными, что и баптисты каждый день сталкиваются. И вот начиная от этого, не от того, а вы там иконам поклоняетесь, а начиная от того, как можно жить, будучи христианином, вы больше возможностей себе обеспечиваете для дальнейшего разговора. Так что это вот вопросы взаимоотношений, они изначально напряженные, они часто социальные, психологически обусловленные, они конфликтные, вам нужно с одной стороны быть готовым и к конфликтности, и к необходимости терпеливости, вежливости в этом, с другой стороны понимание, что часто вот какие-то мосты наводятся, а все развивается постепенно. Теперь, все-таки давайте мы обратим внимание на некоторые моменты православного вероучения, которые оказали влияние не только на воцерковленных православных, но оказывают некоторое влияние даже на людей, достаточно далеких от церкви, чтобы мы это сознавали и учитывали. И первый вопрос, это вопрос авторитета. Что я имею в виду? Когда мы обсуждаем какую-то важную тему, то нам нужно на что-то опираться. На что мы как баптисты опираемся? Для нас очень просто. Вот священное писание, вот в Библии написано, вот я прочитал. И понимаете, если вы давно, особенно в церковной среде, вы уже привыкли к определенной реакции. Вы прочитали человеку какой-то стих, и либо вы начнете спорить о толковании этого стиха, либо человек скажет, а ну да, стих есть, ничего с этим не поделаешь. Мы привыкаем к авторитету Библии. И Библия, конечно же, авторитетная, но мы должны понимать, что для православного человека, для большей части православных людей, там все какие угодно исключения можно найти, и все, что я сейчас рассказываю, это, конечно, с оговорками, и исключения из любого моего утверждения есть. Но для большей части православных людей основным авторитетом является церковь. Не Писание, а основным авторитетом на практике является церковь, причем имеется в виду единственная истинная православная церковь. То, что сказала церковь, то и правда, то, что делает церковь, то и правильно, и если вы вдруг с чем-то не согласны и как-то по-другому поступаете, просто смотрите пункт первый. Церковь всегда права. И это очень сильный фактор православного мироощущения. Для людей, которым просто нужна какая-то идентичность, они опираются на том, что у нас есть церковь, она всегда права, и для них это часто именно русская церковь, они даже зарубежные православные церкви чуть-чуть недолюбливают или сильно недолюбливают. А уж неправославные тем более, для воцерковленных православных людей у них есть еще и догматические соображения в пользу того, что церковь всегда права, церковь тела Христова, в нем витает Христос своим духом, и в этом смысле церковь никогда не может ошибиться. Просто в принципе никогда, ни разу, нигде церковь не ошибается, и в этом отношении церковь всегда права. Еще раз повторю, имеется в виду, конечно, православная церковь, русская православная церковь московского патриархата для большинства людей, с которыми вы встретитесь в повседневной жизни. И вы должны быть готовы, просто морально готовы к этому, что ваши ссылки на Писание, ваши замечательные логические аргументы, ваши прекрасные примеры, ваши самые лучшие рассуждения наткнутся на то, что человек скажет, а православная церковь по-другому. И для него этого достаточно. Причем он, может быть, не будет утруждать себя попытками разобраться, а, собственно, почему то, что говорите вы, так сильно не совпадает с тем, что говорит православная церковь. Почему вы что-то в Библии показали, вроде православной церкви не так, ну, церковь знает, да, я простой человек, я маленький человек, ты мне что-то показываешь, рассказываешь, ну, ты умный или тебя научили, я не могу прямо тебе сейчас ответить, ой, есть церковь, она права, она не ошибается, она не думает не так, как ты, значит, здесь что-то не так, и не важно, что вы говорите. Что нам делать по этому поводу? Ну, какого-то простого рецепта нет, и некоторые люди так и будут упорствовать в своей убежденности, что чтоб там не было церковь права, кстати, они даже далеко не всегда может быть знать мнение церкви, они просто понимают, что ваше мнение не совпало, раз вы в аптисто, а там какое-то другое мнение, но по этому поводу, вот я что скажу, хотя православный человек, вот-вот как бы априори, не такое внимание уделяет священному писанию, как баптист, однако лучше средства, братья, у нас с вами все равно нет. Просто ничего нельзя такого придумать, чтобы оказалось более эффективным, чем священное писание. И хотя многие ваши слова будут достаточно легко отвергаться, и человек отмахнется, может быть, даже не задумываясь, вам остается одно, говорить библейские слова, я бы даже сказал, рассказывать об Иисусе Христе и о том, что Он сделал, в надежде, что Бог воспользуется этими словами для того, чтобы подействовать в жизни того или иного человека. И опыт многих людей показывает, что Бог действует. Хотя общая ситуация, которую я сейчас описываю, она выглядит пессимистично, но среди нас немало людей, которые когда-то называли себя православными, и которые в какой-то момент отреагировали на Божие Слово. Ну, я в 18 лет крестился в православной церкви, то есть в какой-то мере и себя я могу назвать в прошлом православным, у меня не очень большой православный опыт, но все равно есть. И что я, что другие, если человек реагирует, то человек реагирует именно на весть Слова Божьего и прежде всего в весть о Христе. Отмахиваясь, он ничего не может поделать, ему все равно нужно вот эти прозвучавшие от вас слова как-то умещать в свое воображение. Сказав, я православный, даже будучи очень номинально православным, он признал божественность Христа. Ну, для православной церкви, да, они верят в Бога, Отца, Сына, Святого Духа, они верят во Христа, полностью Бога, полностью человека. То есть, вот в смысле вот этой части догматики это вполне астодоксальная вера, он, будучи православным, должен это признать, и поэтому ему трудно совершенно не реагировать на те слова из Писания, которые используете. И когда я говорю о Писании, я даже оговорился, сказал, что прежде всего Христос является главной темой, я хочу сейчас к этому вернуться. Смотрите, очень часто, общаясь с православными людьми, мы общаемся на какие-то второстепенные темы, ну, например, иконы, да, вот очень любимая многим тема, вот мы поклоняемся живому Богу, вы поклоняетесь всяким деревяшкам, да, и нам кажется, что если мы вот в этом разговоре об иконах одержим победу, ну, тогда как бы все посыпется, и вот он уже человек наш. Ну, во-первых, даже если вы окажетесь очень убедительным человеком и какую-то победу правда одержите, хотя не факт, часто человек, если он не очень грамотный, уйдет, разговор сказал, ну, в церкви есть иконы, значит, все правильно, да, и вы не слишком далеко продвинетесь, а если человек грамотный, то, понимаете, для православного человека икона – это существенная часть его жизни, духовной жизни, у него есть опыт, ну, давайте я так скажу, мистический опыт молитвы перед иконами и какие-то переживания с этим связаны, мы по-разному можем оценивать эти переживания, но у многих православных людей какие-то переживания из этой сферы есть, у них есть знания, понимания, иконы, там, какой-то учительской составляющей, символической составляющей того, что там нарисовано, у них есть восприятие, что вот через иконы, те, кто на них изображены, присутствуют на богослужении, они так воспринимают богослужение, как проходящее в присутствии Христа, апостолов, ангелов и всего остального, то есть это такая очень значимая часть их духовности. И вы начинаете, а, вот вы там деревяшкам поклоняетесь, и понимаете, в этот момент он же не говорит, ой, что ж я делаю-то, он говорит, ой, слушай, глупый человек, ты же ничего не понимаешь, у тебя же никакого тут ни опыта, ни представления, ничего нет, а ты тут мне рассказываешь. И вместо того, чтобы помочь, вот этот ваш разговор, ну, пусть будет об иконах, он на самом деле православного убеждает в том, что с вами не нужно иметь дело, а вас оставляет с каким-то, ну, бестолку потраченным временем. Поэтому начинайте, ну, если есть какие-то отношения, то можно начинать разговор вот с действия Христа, с действия Бога в жизни, и переходите прежде всего просто к разговору о том, какого Бога мы верим, и что Бог есть Бог, и он будет судить всех людей, бославных, баптистов, русских, американцев, англосаксов, кого угодно, вот, и он же стал человеком, чтобы спасти, там могут быть разные споры, разные догматические проблемы, но укажите человеку на его ответственность перед Богом. У многих православных людей, не у всех я оговариваюсь, но у многих православных людей есть вот эта вот проблема, что православие, Бог играет не центральную роль. Православие центральную роль в каком-то смысле играется сам человек, община, страна, вот мы православные, наша вера православна, но все в порядке, мы лучше всех, а то, что есть Бог, и перед ним нужно отвечать, и это один-единый Бог для всех народов, это куда-то уходит на периферию, и зачастую Христос воспринимается, опять же, таким среднестатистическим православным человеком, как такой местный родовой божок, вот в языческом смысле этого слова, когда наш Бог сильнее вашего Бога, поэтому мы победим, вот примерно вот так. Ну вот просто, что вы можете сделать для человека? Помочь ему совершить шаг в нужную сторону, помочь ему серьезнее отнестись к тому, что если уж есть Бог, то с этим связана ответственность, и с этой ответственностью надо серьезно задуматься о своей жизни. Православный уводит разговор куда-то в сторону, опять же, там, а почему у вас детей не крестят, а так далее. Опять же, начните с того, что давай разберемся, кто такой Бог. вот можете пообсуждать, ну вот не шарахайтесь от любого вопроса, но не увлекайтесь спорами на третьестепенные темы, это вот служит не к пользе, а к расстройству слушающих, а третьестепенных тем, разница между православным и авиемом, и баптизмом порождает невероятное количество. Так что вот не увлекайтесь бестолковым времяпрепровождением. Итак, мы с вами поговорили о, ну, говоря о православном мировоззрении, поговорили о том, что для православного главный авторитет, ну, практический авторитет, это церковь, да, он, конечно, согласится, Бог, Писание и так далее. На практике главный авторитет – это церковь, в которой всегда права, и в своем толковании Писания всегда права. И косвенно мы это затронули, но сейчас к этому надо вернуться, чтобы просто мы это произнесли и осознали. Церковь для православных – это именно православная церковь, и все, что не православная церковь, для них не церковь. Ни католики, ни тем более протестанты, никто, не имеющий вот такого вот общения с русской православной церковью, не является настоящей церковью. Для них есть только одна церковь. И вот именно эта церковь правильная, именно эта церковь истинная, вот именно эта церковь служит Богу, и что все, что за пределами этой церкви – это либо глупость, либо служение сатане. Но многие так прямо сформулируют. Вот в ответ на такой очень резонный вопрос, что ж вы православные на нас, баптистов, ругаетесь, ну, представьте, вот человека, вы там пытаетесь тонущего вытащить из воды, и кто-то подошел, и тоже помогает тянуть этого человека. Что ж такого отталкивать? Вот мы же тоже пытаемся людей спасать. Православные обычно отвечают, ну, с нашей точки зрения, вы не спасаете, вы его под воду тянете, вы топите, так, что вот от вас надо бы как-нибудь избавиться. И вот это вот вы не церковь, да? И когда православные говорят о том, что они настоящая церковь, вот здесь тоже два момента, очень широко известных среди православных людей, даже не очень сильно воцерковленных, два момента, которые они обычно подчеркивают. Это апостольская преемственность, они говорят, у нас есть апостольская преемственность. То есть как они воспринимают историю церкви? Воспринимают ее следующим образом, что Христос, ну, там, апостолы, точнее, рукоположили первых епископов, те вторых, те третьих и так далее. Есть такая цепочка рукоположений до каждого из епископов православной церкви, и вот те, которые в рамках этой цепочки существуют, те настоящая церковь. Некоторые поссорились, отпали и так далее, типа католиков перестали быть настоящими, но вот есть настоящая церковь, и вы, баптисты, ну, вы какие-то поздние, недавние, сами по себе образовавшиеся, вас вообще церковью трудно назвать, а если вы не церковь, что же вы нам тут говорите? Нам надо вот вернуться к историческому, к настоящему, к подлинному церкви. Понятно, что переубедить людей по поводу этого нам, мягко говоря, сложно, и это не наша задача, я еще раз повторюсь, наша задача все-таки говорить больше о Боге, чем о конфессиях, в том числе и о баптистах, но для самих себя нам нужно определенное представление, и баптистское представление строится на том, что все-таки церковь устанавливает Бог, и служителей в церкви ставит Бог. Дух Святой распределяет дары как ему угодно, и, конечно, в церкви есть определенный порядок, но прежде всего мы с вами ориентированы на вот эти вот дары Духа Святого, которые распределяются, которые действуют, и которые могут создавать или реформировать общины даже вне рамок этой православной цепочки. Для нас ключевой вопрос – это вопрос о Боге и его желании спасти людей. Понятно, что есть часть православных, которые уверены, что Бог желает спасти только нескольких человек в русской православной церкви, и все. Ну, как у меня есть один знакомый православный, он утверждает, ну, я думаю, что в мире во всем спасутся, я не помню, он цифру назвал, по-моему, 30 тысяч человек из всего человечества. Вот он так посчитал, прикинул, какие православные, настоящие православные, вот Бог из 8 миллиардов 30 тысяч человек спасет. Ну, он у себя спокойно чувствует с этой цифрой, но вот этот вот разговор о… Он был среди них, да? Он был среди них. Он был, конечно. Ну, как сказать? Конечно, он так не скажет. Мы потом еще поговорим немного о православном мироощущении. Он надеется, что он среди них. Он старается быть среди них. Так вот, и вот таким вот образом, все-таки это тоже повод поговорить о том, Бог, которого мы знаем, как Христа, умершего за других людей, он правда так работает в мире, сосредоточившись на немногих православных и так далее. Да, это не аргумент, это их не убедит, но это, опять же, повод вам вернуться к разговору о Боге. Это более важный разговор, чем даже разговор о преемственности. Для себя, знаете, определитесь, как это работает, но тут такой вот, может быть, бесконечный спор. И второе, конечно, у них очень важно, когда они говорят о церкви, это то, что у них настоящая Евхаристия. Ну, или то, что мы называем вечерей Господним причастием. Что значит, что она настоящая? Вот в той церкви, где настоящая преемственность, которая истинная церковь, там во время Евхаристии люди вкушают подлинную плоть и пьют подлинную кровь Иисуса Христа. Они это воспринимают так очень-очень натуралистично. И, понимаете, для них это такое яркое и значимое переживание. Типа вот я кровь выпил, я плоть съел, сам Христос мне ее дал. И вы тут что, лаптисты, можете предложить равного или сопоставимого с этим? Да, давайте в конце будут вопросы. Я просто сейчас еще чуть-чуть договорю, потом оставлю время на вопросы. Так вот, опять же, мы можем уйти в сложный спор о том, а что же, собственно, такое хлеб и вино. И этот сложный спор для протестантов тоже, не только для православных, это наш внутренний спор. Ну, там, не знаю, к сожалению, к счастью, они любят в это тыкать, а вы там между собой не разобрались. Ну, да ладно. Опять же, будьте готовы, во-первых, что на это укажут, во-вторых, поймите православного человека. Это очень важно понять, что для него это действительно очень сильное переживание, прям реально сильное. Он чуть-чуть воцерковленный, его наставляли, его готовили, он там же с постом к этому подходит, все вот это осмысление. И у него такое очень сильное переживание, и вы в каком-то смысле вот своими простыми словами, даже вот Библию там что-то почитали, боретесь против очень сильного личного опыта. Бороться не надо. Ешь кровь, пьешь кровь, пей, ешь, плать, ешь. Ну, просто разберись, давайте, разберись в том, как ты воспринимаешь Бога и какую роль Он играет в твоей жизни. Хочешь быть православным, будь православным, будь хорошим православным, понимающим Бога. Наша задача не перетащить людей в бахтизм. Нам бы хотелось. Но наша задача не перетащить людей в бахтизм. Наша задача помочь людям серьезно отнестись к взаимоотношениям с Богом. Так что вот это вот такая церковность и церковное переживание, вот опыт принадлежности к одной истинной церкви, церковное переживание для православного важно. И третий момент, который вы должны учитывать, когда вы общаетесь с православными, ну, мало-мальски православными людьми, это их представление о спасении человека. Для них спасение – это процесс. Если мы с вами говорим, мы уверовали, мы спасены, то православный человек, даже мало-мальски грамотный, скажет, «Я спасаюсь и, может быть, когда-нибудь спасусь». Не факт. Вы вообще не спасаетесь? Ну, я хотя бы спасаюсь и, может быть, когда-нибудь у меня что-нибудь получится. Причем вот это «когда-нибудь», оно даже не в этой жизни. То есть человек православный всю жизнь спасается, 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 умирает, там еще мытарство души и прочие разные процессы, поэтому из-за умерших молятся, и вот все вот это очень сложное в православии связано со смертью, и, может быть, когда-нибудь дойдет, и то не факт. Может быть, так вот и отправится. Вот. И поэтому для них сказать, что «я спасен» – это какая-то невероятная дерзость, и у них другое восприятие жизни. Надо всю жизнь спасаться, это такой проект, даже за пределы еще земной жизни. На практике это приводит к двум вариантам поведения. Ну, их больше, но самые основные два варианта поведения, которые вы, наверное, встретите в своей жизни. Первый – это меньшинство очень серьезно относятся к процессу спасения. Они на службы ходят, они постятся, они к мощам прикладываются, они к каким-то святыням ездят и так далее, вот такие очень напряженные, очень активные и очень мрачные, потому что веселый человек, он не спасается, спасается, если только мрачный. Вот. Люди – это один тип православных. Второй тип православных – это те, которые говорят, ну, спасение – это же процесс, в общем, авось потом как-нибудь разберусь. А там еще даже и после смерти что-то есть. И существенная часть православных надеется на какую-то авось и какую-то удачу, что там оно как-то все само собой получится. И поэтому большого напряжения вы не увидите. И даже большого переживания, что нет этого напряжения, вы тоже не встретите, просто потому что там, ну, не сегодня, так завтра, не завтра, так помыл, а все равно там еще помолятся, и как-нибудь оно поможет. Вот. И с теми, которые выцерковленные, и которые вот во все погружены, и которые очень активны, если вы с ними общаетесь, ну, да, вот, как правило, у них с верой все-таки получше, но с системой ценностей могут быть проблемы, с радостью и надеждой на Бога тоже, может быть, вы им чем-то можете быть полезны. А вот те, которые с наплевательским отношением, и таких, ну, вот на практике подавляющее большинство, вот в отношении людей с наплевательским отношением, мы уже в свете наших знаний священного писания можем такое поведение оценить, как поведение невозрожденных людей, но с большой вероятностью невозрожденных, и вот здесь, ну, как-то главный объект нашего внимания, им рассказать о Боге, чтобы от этого наплевательства они перешли к серьезности, и дал бы Бог покаянию. Так что, друзья, вот в сформировавшейся здесь среде служение не всегда простое, и сложности и напряжения, конечно, возникали и будут возникать, из-за часто социальных и психологических вещей. Проблема есть в том, что наш привычный авторитет писания не всегда воспринимается как авторитет, идут отсылки в Волославной церкви, но продолжайте пользоваться писанием. Важность в том, что есть уверенность людей, что они в единой истинной церкви, и радуются опыту этой церкви, но помогаете им сосредоточиться на Боге. Ну и вообще вот общее представление о спасении, как о процессе, конечно, сильно-сильно влияет на все особенности православной жизни, когда вот разные элементы, они не определяющие, а просто какой-то кусочек в этом большом-большом пути. Вот такое маленькое введение в ситуацию, и сейчас время для вопросов. У вас какой-то вопрос был? У вас был вопрос, их понимание, разменяясь, если что-то они понимают? Они считают, что человек возрождается при крещении, но возрождение для них это не тождественно спасению, а для них это только возможность получить спасение. Тот, кто не крестился в православной церкви, он не возрожден, и у него вообще никакой надежды. Тот, кто крестился, возрожден, жизнь началась, но может быть дойдет, а может быть не дойдет. Поэтому грамотного православного, если вы спросите, возрожден ли он, он скажет, конечно. Спасен ли он, скажем, с какой стати? А когда что для них церковь? Или кто для них церковь? Видимым образом, церковь – это епископы, имеющие преемственность по рукоположению от апостолов, признающие друг друга и подчиненные этим епископы и священники, а также люди, этими священниками окормляемые, вот прежде всего, вот они так воспринимают эту церковь, хотя, конечно, любой крещенок православной церкви вроде как принадлежит православной церкви. Но вопрос в том, что авторитет для них церковь… Да, выразителем церковного авторитета являются епископы. То есть вот эта система епископов – это то, что для них церковь. Причем любопытный момент, это чуть-чуть помогает понять православную психологию, у нас есть такой термин «поместная церковь». Термином «поместная церковь» мы называем церковь… Ну вот я из Берска, у нас в Берске есть церковь, вот наша Берская поместная церковь. Православные поместные церкви называют русскую православную церковь. Вот вся русская православная церковь, все эти там сколько, 40 тысяч храмов, все эти там туристы, епископов и десятки тысяч священников, все это одна, одна поместная церковь. И поэтому у них, кстати, очень неразвита общенная жизнь. Если вопрос, то вопрос не никуда. Нет, вопрос к официальным представителям церкви. Вот как они и скажут, так оно и есть. Я недавно начал слушать аудио книгу о Григории Назианзине, который жил в 3 веке, и там это озвучивали православные, и они прямо в озвучке говорят, что Григорий Назианзин отставил православную веру. Он как православный сказал то-то в будущем в Византии. То есть получается, они считают, что все эти отцы церкви, они были именно православными? Конечно. Есть одна истинная церковь, это православная церковь. Ее создал Христос, и она существует до сего дня. В то время же не было, это разделение, она еще была единой, каполической. Ну да, но понятно, что можно говорить, что слово православное, ортодоксальное в те времена не служило названием конфессии, но среднестатистический православный уверен, что прямо от Христа и до наших дней есть только одна истинная церковь. Все отцы церкви были частью этой истинной церкви, все они были обязательно православные, ну и от нее откололись иногда какие-то эритики. Нету слова православное, культуре, а она читать, или и все эритики. Ну, а при чем здесь слово-то? Главная суть. Для православных все очень, очень простой взгляд на историю церкви. Есть только одна церковь, от нее все время отпадают всякие эритики, она остается, одной, с ней ничего не случается. Вот интересный момент, когда мы говорим об общем православии, как нам именно в этом контексте нести благополучие. Вот здесь интересный момент, что, это как утверждение, что нам все-таки русским в нашей культуре намного легче нести Евангелие православным человеку, потому что он понимает отчасти, может, интуитивно, как он Боге мог бы им говорить. Если, к примеру, мы поедем в Индию и будем говорить с индуистами о Христе, он примет Христа, но если не Бог возрождения, он поставит его на одну из полочков пантеонов, богов. И вот здесь именно как нам, вот именно в этом контексте вести себя, каким образом не свистеть на православную стезю, как верующую. Да, это важный вопрос, я еще раз повторю. У нас есть только один главный вопрос. Какое место Христос занимает в твоей жизни? И к нему надо возвращаться. Не уходить в тысячи вопросов, потонем там, возвращаться православному, нашему собеседнику. Насколько мы можем помочь, надо указать на это. Может быть сюда же, насколько я понимаю, например, для Иудея благовестие было, что Иисус есть Христос. То есть они должны были это понять, что Иисус Христос. Для язычника надо начинать вообще с того, что есть Бог и кто он такой. Благовестие для православного это что? Иисус есть Господин и Спаситель. Да, для многих православных где-то абстрактно. Ну, есть какой-то Иисус, вот он там, вот он здесь, я на при себе. Вот то, что он Господин, его у жизни, и он Спаситель, вот это очень туманная мысль для них. Скорее, для многих православных, я уже говорил, православие, тесно переплетеносно с сомализмом, Христос это некая сила, которая способствует величию нашей страны. Вот утрировано очень, но часто именно так. Нет, это не вопрос страны, это вопрос тебя. И вот это очень важно. Вопрос со звездочкой, такой пастырский. К вам в церковь пришел человек из православной церкви, будучи там прищеным. Он хочет вступить в членство, и он показывает признаки того, что он возрожденный христианин. Видите эти плоды, и церковь может засвидетельствовать. Он обращается к вам с просьбой принять его в члены церкви, и говорит, что он был крещен. Можем ли мы признать его крещением легитимным? А если он крещен был, ну, был по вере, да? Ничего страшного. Да? Даже в отключении возрожденного. Ну, нам сложно будет вычислять. Сначала нужно, понимаете, я дал короткий ответ, но на любой сложный вопрос есть понятный, короткий, очевидный, неправильный ответ. Поэтому понятно, что с человеком нужно разговаривать и так далее. Я, будучи крещеным в православной церкви, я потом крестился в баптистской церкви, просто потому что мое крещение в православии было не актом веры, а какого-то культурного интереса. Нужно разобраться, с чем для человека было крещение, и потом уже принимать крещение. Можно все правы сходить? Давайте вот с этой стороны, а то я на вас смотрю, а эти обделены. Да, пожалуйста. Ну, вот сейчас мы говорим, да, в основном мы говорим о такой православной культуре, да, вот сформированной православии. А вопрос, ну, вот в чем. Ну, и мы говорим, как бы, наше послание к этим людям, да, чтобы они серьезно думали о Христе. Но вот воцерковленный православный человек, который, ну, понимает вот доктрину о спасении, понимает вот, ну, чему учит православная церковь, он, в принципе, скажет, что он серьезно относится к Иисусу Христу. И он скажет, я не поклоняюсь иконам, я их почитаю, и он там, ну, найдет, что сказать. Вот вопрос мой, вот в чем. Можем ли мы сказать, что вот православный, воцерковленный человек, придерживающийся православного учения о спасении, для нас миссионерское поле? Ну, Бог спасает по вере, и спасает по вере даже православных. И бывают православные, возрожденные, спасенные, остающиеся частью православной церкви, и навсегда они частью православной церкви останутся. Ну, там, ну, есть общины какие-то, когда близкие по взглядам люди вместе объединяются. Да и пускай будут, братья. Наше все-таки миссионерское поле, те люди, которые, ну, явно не верят, в общепринятом смысле этого слова, во Христа. Да, если мы тут начнем перевоцерковлять воцерковленных людей, мы потратим много сил, но я не уверен, что мы принесем слишком много пользы. Сосредоточьтесь прежде всего на людях, которые не воцерковлены. Что касается воцерковленных, но если вы видите, что он хоть и воцерковленный, у него проблемы, ну, прям реальные проблемы с пониманием Бога, ну, да, это ваше миссионерское поле, нет, ну... Мы сейчас говорим о людях, которые, может быть, не до конца хорошо знают доктрину, не очень убеждены в православии, ну, а если это человек, который проповедует, учит и убежден доктринально в православной вели? Вот на этом поле общения, мне кажется, оно более серьезное, вот, и вот тот же самый аргумент преемственность отцов. Вот на этом поле у вас будут многолетние разговоры, то есть... И вот один из аргументов, простите, один из аргументов, кто знает лучшее, что говорит Писание, те, кто 150 лет только существует, или же с того времени, те люди, которые были, знали язык, знали культуру, и это передавалось как преемственность. Да, вот смотрите, Писание лучше знают тем, кто посвятили много времени тому, чтобы аккуратно историко-грамматическим методом исследовать Священное Писание. При этом хорошие исследования, неважно, Баптист, он православный, или еще кто-то, учитывают опыт всех тех, которые были до нас, и, например, будучи Баптистом и преподавателем Нового Завета, я спокойно читаю Иоанна Златоуста, не думаю, а там православный, не православный. Да, это человек, который тоже толковал Писание, да меня, у которого я могу учиться. Есть очень странная ситуация, православные пытаются приватизировать отцов церкви, приватизировать опыт древней церкви. С какой стати он только их? Он наш тоже. Иногда мы сами попадаемся на эту удочку, говорят, ну, это православный, вот мы тут 150 лет. Да не будьте церковью, которой 150 лет, будьте церковью, которой 2000 лет, и которая может взять все и от отцов церкви, взять все и от средникового католического богословия, взять все и от отцов реформации, которых, кстати, мы тоже очень плохо знаем, и взяв все это, пользоваться и толковать Писание не как первый человек, у которого Библия попала в руки, а как представитель двухтысячелетней церкви. В продолжение разговора хотел уточнить, если православного мы направляем к отношению со Христом, и он, ну, как бы, допустим, он воспринимает только в среде православной церкви, то из авторов православия, современных или прошлого, которые ближе, как бы, к библейской, там, может быть, сатериологии или учению нашему, евангельскому, кому его можно направить, чтобы почитать такого ему там, где бы он вот этот вот, ну, принял. Ну, тут есть несколько сложностей. Таких авторов, как правило, в православии не любят. Вот поэтому вы позаветуете другой православный скажут, что ты ерунду читаешь? Наверное, ближе всего к нам по взглядам есть такой православный автор Сергей Худиев. Он православный, да, там, полемист и так далее. Но что касается сатериологии, у него вполне протестантская сатериология. Чуть грубже в православие, но с таким серьезным отношением к вере и так далее. Например, Мещеринов. У него есть несколько таких популярных книг об основах веры и так далее. Причем, ну, с достаточно неплохим взглядом на ответственность человека перед Богом. Любопытный автор Александр Шмеман. У него, он в свое время, вот еще в советские времена, он выступал на радио «Свобода», вот такие вот, вещали на Советский Союз христианскую проповедь. И как раз у него довольно много текстов, ориентированных на простых людей, но и у него самого такое серьезное отношение к вере. И он может быть полезен. Но я сейчас называю имена, которые, скажем, с которым подозрительно относятся сами православные. Александр Мения, он очень талантливый человек, но у него есть много хорошего, много плохого. И есть официальное решение Синодальной Богословской комиссии, что учение Александра Мения не является православным. То есть, они просто могут на официальное решение сослаться. Он, он сам-то православный, но его учение не православное. Да? У меня вот такой вопрос. Понятно, мы говорим о православных мире, а вот человек, который был буртистом, и вот с этой закваской буртистской, так скажем, чтение Писаний и прочее, он уходит в православие. То есть, как им говорить, о чем с ними говорить, потому что они знают Писание, но они при этом начинают говорить о тех же вещах, которые вы сказали о буртирае. Да, хорошо. Да, да, смотря, баптисты, ушедшие в православие. Пару соображений. Первое. Как правило, баптисты уходят в православие, исходя не из богословских соображений, а исходя из-за какого-то личного или церковного кризиса. Очень трудно вообще в другую конфессию перейти, и поэтому есть какой-то кризис, и вам нужно попытаться понять, что же такое с человеком случилось, почему он ушел. А второе, уйдя в православие, бывший баптист, так наполовину баптистом остается и всю жизнь мучится. Буквально две недели назад я общался с священником православной церкви, который 35 лет назад был баптистом, он из ДВРовцев, он пожилой, он даже еще раскол 60-х годов застал и так далее. Потом ушел в православие, 35 лет там священник, и вот он мне сказал, пробыв 35 лет в православии и будучи священником, мне что-то совесть перестала позволять крестить детей. Я больше этого не делал. Как-то он там выкручивается, ну, 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 в общем, там все сложно, да. но когда проходят диспуты баптистов с православными, несколько диспутов было, есть видео в интернете, очень любопытно читать подписи под этими, видео от баптистов от православных, каждый пишет, ура, мы победили. Диспуты никого ни в чем не убеждают, и каждый считает, что его сторона в этом диспуте победила. Это первое соображение. Второе, не всегда приводит к пониманию истины, но такие вот публичные какие-то диспуты, и часто служат не к пользе, а к расстройству слушающих, по словам апостола Павла, поэтому я к этому жанру относишься с большим подозрением. Какой-то богословский диалог, не диспута, а богословский диалог, когда мы берем православные аргументы и не спеша разбираем что-то, высказываемся по этому поводу, и они, может быть, что-то высказываются, мы слушаем и так далее, был бы, наверное, полезен, в том числе для углубления нашего собственного богословия. К сожалению, у нас пока плохо с культурой богословского диалога. У брата вопрос. Москва, Третий Рим и негативные отношения к Западу. Вот оно, два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать, как сказал Филофей Псковский. Это очень старая идея в православии, еще с 15-16 века она присутствует, то есть вот православие, я уже говорил, есть только одна истинная церковь, но эта истинная церковь исторически обычно существует в слиянии с каким-то истинным государством. Первым государством была Римская империя, которая пала, вторым Византийская империя, которая пала, третьим Русь, и четвертому не бывать, вот это православное мироощущение, то есть понимаете, они верят даже не просто в безупречность православия, они еще и верят в значимость русского государства. Помните, во втором фессалоникийцам есть такие слова про удерживающего теперь, вот пока есть удерживающий теперь, антихрист не придет, вот одно из популярнейших толкований в православной среде, что это Россия, пока есть Россия, не придет антихрист, и поэтому цель сатаны, цель антихриста уничтожить Россию, и поэтому все вот эти вот запад и так далее, все геополитические вопросы, с православной точки зрения, это не геополитические, это духовные вопросы, это война антихриста с истинной церковью, и поэтому вот все военные столкновения мыслятся именно таким образом. А роль церкви задержать максимально, что ли, или как? Воль России задержать антихриста. Ну, в общем, да. Почему его надо задерживать, это отдельный вопрос, но, опять же, мы говорим о обыденном православном сознании, мы должны бороться с приходом антихриста. Да. Вопрос больше о том, что Дима задавал, что для Иудея Евангелие это Иисус и Синь, да, Сын Божий, а вот для православного Павел и Павел и Павел есть еще что повторил. Такие две темы, как может ли он быть спасен, если он говорит, что я там подчиняюсь Христу, но при этом ты ясно в разговоре с ним видишь, что для него Писание не авторитет, а церковь по факту, и второе, что ты видишь, он спасает неповерие по делам. То есть вот эти две темы стоит ли их поднимать и насколько они важны и влияют ли они... Уточнее, Писание официально ему будет авторитетом. На практике церковь играет ключевую роль, но православный никакой не скажет вам, что Писание не авторитет, просто чтобы недоразумений здесь не было. Да, они признают его богодухновенность и все остальное. Что касается того, что он спасается делами, но так же, как и Баптист, который спасается делами, кто же его знает, спасен он или нет. У нас, у нас, конечно, может возникнуть закономерное сомнение в том и другом случае. Ну, можете влиять, если у вас есть какая-то открытость к беседе с этим человеком, можете говорить о спасении и поверии, хотя, конечно, вот идея спасения и поверия для православных одна из самых трудных для усвоения идей, для воцерковленных православных. Ну, что значит, типа я ничего не сделаю, нет, надо заслужить. Поэтому, конечно, для православных... Но официальное учение нет, человек спасается правильным состоянием души, которая появляется благодаря вере и делам. Я говорю о записанном. Ну, а записанное где? А записанное где? Вот когда мы говорим официальное учение, давайте я просто воспользуюсь вашим вопросом как поводом, да, понимаете, у православных с официальным вообще все очень плохо. Вот здесь просто авторитетное, я уже говорил, православие как огромная страна. Есть столица, есть периферия, есть какие-то тексты авторитетные для большого количества людей, но очень трудно что-то назвать официальным. Официальное для них решение семи вселенских соборов. Вот это обязательно для любого православного. Все, что за пределами решения семи вселенских соборов, уже предмет споров, хотя, конечно, есть некие особо чтимые отцы церкви, на которых они, как правило, ориентируются. Да, давайте вот там сзади. Вы сказали, что для православных является большим авторитетом церкви. Когда в таком случае стоило бы поговорить с православным об авторитете Библии или о авторитете Божьего слова? Нет, когда вы начнете говорить, вы скажете, Божье слово авторитетное, он скажет, конечно, но потом он скажет вам вот что, но Божье слово нужно истолковать. Ты уверен, что ты его правильно истолковал? Нет. Я уверен, что его правильно истолковал? Нет. Кто его правильно истолковал в церковь? Вот почему я говорю, что церковь – верховный авторитет. Как толкователь Божьего слова, который не ошибается. А если мы говорим о собеседниках, то, что мы признаем никейские и холдинонские бюроисповедания, это не дает нам право? Он скажет, молодцы, но пока вы не частичные церкви, никак вам это не поможет. А нельзя купить у них франшизу и барбаран? Ну, наверное, это надо цену обсудить, я не знаю. Можно помолиться.